Села сегодня монтировать видео и поняла, что многого вам еще не дорассказала про свои волосы, что в основном рассказала о средствах и решила дополнить это видео еще своими советами и рекомендациями. У меня волосы натуральные, я их не крашу, поэтому думаю, это тоже отчасти влияет на их качество, помогает мне их сохранить более напитанными и чтобы кончики не так сильно секлись. О том, как я подстригаю волосы к парикмахерам, я хожу очень редко, потому что я заметила, что все равно, ну, наверное, сами ходите и знаете, что сколько не просишь, все равно отрежут, там, просишь сантиметр, ну, как минимум вот столько у вас отрежут. И я для себя в итоге нашла оптимальный вариант делать как можно чаще полировку волос, это когда специальной насадкой срезаются только кончики, то есть как раз просеченные кончики уходят. Если вы найдете хорошего мастера, который вам очень тщательно проработает все ваши волосы со всех сторон, большая часть кончиков секущихся у вас уйдет. Может, даже если у вас не сильно секутся волосы, то и все кончики у вас уйдут посеченные. Вот. А к парикмахеру, ну, последний раз, наверное, я была, подстригалась где-то год назад. И вот думаю, наверное, сейчас еще схожу, беру чуть-чуть длины на кончиках, потому что, когда долго очень не подстригаешься, кончики начинаются сильно, ну, в разные стороны загибаться, из-за того, что, видимо, истончаются, питания им не хватает, и приходится выпрямлять их, чтобы они не торчали в разные стороны. Думаю, наверное, уберу сантиметра, сантиметров 5, наверное, вот, чтобы они погуще были на концах. А так буду дальше тоже поддерживать именно полировками. Вообще, думаю, на будущее купить себе домой насадку полировочную, чтобы уже самой себе делать полировку. В принципе, там сложностей никаких нет в этом. О том, как часто я использую различные приборы для укладки волос, например, утюжки, плойки. Если это съемка, конечно же, без этого никуда, потому что, ну, невозможно создать какой-то красивый вечерний образ без таких приборов. В повседневной же жизни я чаще всего использую утюжок, и то я им выпрямляю не всю длину, а только кончики. У меня сами по себе волосы прямые, но вот, как я и говорила, что кончики начинают просто в разные стороны, бывает, торчать, и поэтому я их просто довыпрямляю, чтобы они были одинаково прямые, как и все волосы. Вот. А завиваю я не часто волосы дома, ну, бывает в настроении, когда хочется взять красивые локоны, тогда использую, ну, завивал. Вот. Но чаще всего это утюжок, который выпрямляет. И, в принципе, ну, не вижу какого-то такого тотального улучшения качества волос из-за этого, поэтому, ну, даже не собираюсь от этого отказываться. Вот. Средства укладочные различные я практически не использую дома, потому что мне этого хватает на съемках. Там очень много используется лаков, пудр различных. А дома я вообще, ну, крайне редко использую лаки, пенки, какие-то стайлинговые средства. Ну, потому что считаю, что без них и так волосы красивые, когда они живые, когда они без какого-то средства. Тем более, если, например, наносить пенку или что-то на корни, они быстрее даже пачкаются. Ну, мне, короче, нравится так просто без них. Вот. А когда, если я прихожу со съемки, и у меня на голове какая-то укладка с использованием вот средств стайлинговых, то я обязательно смываю вечером, как можно раньше их смываю. Никогда не ложусь спать с этими средствами, потому что иначе, то есть, все, это будет на следующий день голова чесаться, либо может вообще даже перхоть появиться от такого. Ну, от того, что эти средства достаточно агрессивные, они раздражают кожу головы, и поэтому вам тоже не рекомендую. Если вы сделали укладку, то желательно вечером помыть голову. По поводу того, как наносить маски, бальзамы, ну и любые средства, которые вы используете именно в душе. Обязательно отжимайте волосы не просто руками, а промокните их полотенцем. Для этого я обычно где-нибудь рядышком специально вложу полотенце, чтобы можно было из душа быстренько дотянуться до него. Промакиваете всю длину, и только тогда наносите ваше средство на волосы, иначе оно не будет так работать. Попробуйте, и вы увидите разницу. Потому что когда средство наносится на влажные волосы, оно не так впитывается, его очень много просто потом сходит с волос, смывается. А когда вот именно таким методом на подсушные волосы вы нанесете, вы почувствуете, как именно волосы напитались, они стали более увлажненными. Поэтому очень рекомендую так делать. Ну, в принципе, наверное, на этом у меня и все. Теперь вроде бы я наконец-то все вам рассказала. Если появятся еще какие-то идеи, какие-то мысли, если я что-то вспомню, что еще вам не рассказала, обязательно напишу еще видео. Ну, а на этом у меня сегодня все. Всего хорошего, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok